Всем привет! Меня зовут Юлия. Добро пожаловать на мой канал. Компания OnlyFrench выпустила новую коллекцию шампань. В ней гель-лаки с шиммером и блестками. Коробочка приятная на ощупь с покрытием soft-touch. По традиции у нас выкраска и будем перекрашивать мои ноготочки. Здесь оттенки не все, а только их часть, поэтому если интересно оставлю ссылочку, посмотрите какие есть еще оттенки. Все гель-лаки серии F густые. В один слой их уложить не получится, но или на подложку какую-нибудь или в два слоя будет замечательно. А вот этот номер, я не понимаю почему, но он имеет консистенцию манной каши. Как так получилось, я не знаю. Первый раз я такой вообще гель-лак вижу. Думаю, его стоит производителям доработать как-то. Но тем не менее, с такой консистенцией он на удивление очень ровно лег и хорошо. Серия F закончилась, теперь Z. Обалденный бордовый с синий-фиолетовыми блестками и вот такой. Под одним углом он голубой, а под другим фиолетовый. На светлой подложке это мало заметно, но вот на черной вообще красотища. Вот она как раз. Я сначала влюбилась в розовый, который самый первый был, но потом, как я выкрасила вот этот, я поняла, что им будем сегодня красить. Но я с цветом, как обычно, не определилась, поэтому одна ручка у нас будет такая, а вторая розовая. Ну а теперь поехали перекрашивать мои ноготочки. Им сегодня месяц и наконец-то у меня руки дошли их переделать. Относилось все отлично, кроме указательного и большого на левой руке. Я все изрезала. У меня старая рана только зажила и я снова резанула на том же месте. На большом покрытии всех больше пострадало. Я его не раз резала. Готовлю быстро, смотрю в телевизор, отсюда такие инциденты и получаются. Правая ручка в идеальном состоянии осталась. При снятии покрытия не обнаружено было ни одной отслойки, поэтому такой ноской я более чем довольна. Средний пальчик был сломан под корень, поэтому я его наращивала полигелем. Сейчас уже видно, что свободный край сильно отрос. Я как раз его отращивала. Разумеется, я его оставлю, не буду его выпиливать. Здесь также все обошлось без отслоек и без переломов. Полигель у меня с Алиэкспресс, но он выходит дорого. Рублей 600-700 где-то. Но зато в носке показал себя очень хорошо на всех ручках. А тут я зачем-то собралась убирать фильтр, но я вспомнила, что мне же еще свободный край подпиливать и птеригию очищать, и я поставила назад. Захотела первый раз попробовать форму балерина. Уж не знаю, насколько правильно она у меня вышла, но форма мне нравится то, что получилось. Ох, как долго я ее пилила, девочки, вы себе не представляете. Я целый час просто выпилила форму на всех 10 ногтях. Я вроде бы и ровно пилю, но потом я переворачиваю пальчик, у меня все неровно. Там, с другой стороны, я подпиливаю, чтобы было ровно. Переворачиваю обратно, у меня опять неровно. Или у меня пальцы кривые, или уже глаз косой. Ноготок кажется клюющим, но я его подпилила снизу и тем самым подняла параллели боковые. А на свободном крае уголочки я немножко подпилила, потому что они были слишком острые. В общем, намучилась я с этой формой, но мне нравится. Убираем лишнюю пыль и будем вычищать тереги. Для этого пушером я отодвину кутикулу, чтобы сделать кармашек, по которому будет ходить фреза. Сегодня я взяла пламя с острым концом. Оно намного меньше, чем мое то пламя, которое лысое. Им особенно удобнее проходить около боковых валиков. Потом фрезой я выворачиваю кутикулу, чтобы ее легче было обрезать. Она становится как юбочка. Фрезой до ногтя не дотрагиваюсь, чисто по коже, поэтому пропилов не будет. Так я делаю только на себе, потому что я могу почувствовать. А если делать на ком-то, то когда мне скажут, что уже больно, тогда уже поздно будет. И теперь эта юбочка прекрасно срезается ножничками. После такой процедуры я обязательно иду мыть руки. Обезжирила ноготочки. Дегидратор с праймером забыла. Сразу наношу базу. Так как в самом конце я буду опиливать свободный край для четкости формы, поэтому я сейчас свободный край не запечатываю. Очень уж мне интересно стало, как относится без праймера, без дегидратора, без запечатанных торцов, да еще и с опилинным свободным краем. Только сняла липкий слой с базы, и у меня приехали гости. Так я проходила два дня. И уже спустя два дня я только нашла время, чтобы накрасить ноготочки. На всякий случай поверхность я опилила и забафила. Затем убрала лишнюю пыль и обезжирила ноготочки. Покрывать гель-лак буду на черную подложку. Чтобы сэкономить время, буду красить сразу 4 пальчика. На среднем и безымянном у нас будет дизайн с блестками, поэтому их я покрываю молочной базой. А здесь я сделала ошибку. Я черный гель-лак подвела близко слишком к кутикуле, поэтому очень было сложно вот этим голубым гель-лаком закрыть черную подложку. Надо было оставить какой-нибудь маленький зазорчик все-таки. На липкий слой базы буду выкладывать вот такие блестки. Выкладываю их в отечном порядке. Как прилипнут, так и останутся. Блестки состоят из трех размеров шестигранников в очень мелких, очень крупных и средних размерах. После покрытия топом блестят просто нереально, особенно на солнышке. Сами они розово-голубого цвета, а отлив у них зеленый, желтый и оранжевый. Излишки нужно очень хорошо стряхнуть и взять топ, который вам больше не нужен, потому что хоть одна блестка, но попадет в топ обязательно. Поэтому взяла топ, который мне больше не нужен, там на донышке осталось, и мне его не жалко. Обязательно сделала выравнивание, чтобы ничего нигде не торчало. На правой ручке сделала розовую подложку и покрываю розовым шиммерным гель-лаком, чтобы было так ярко, чтобы вырви глаз прямо. Кистью тонкой подвела ближе к кутикуле и покрываем топом. Блестки на этой ручке будут на безымянном и мизинце. Ну вот и правая ручка тоже готова. А теперь, как и говорила, буду подпиливать торец, чтобы форма стала видна почетче. Конечно, без фанатизма, а чуть-чуть. И так все 10 ноготков. Ну вот и готовый результат. Все смотрю-смотрю и не знаю, что мне нравится больше. Опрашивала подруг, и они разделились ровно на два лагеря. А вам какие нравятся больше? Напишите в комментарии или цифру 1 за голубой, или цифру 2 за розовый. Какой цвет наберет больше голосов, тот и перекрашу другую ручку. Все-таки хочется походить с одинаковыми. Кстати, пробовала матовым топом покрыть блестки. Они, конечно, красоту свою теряют. Становятся более приглушенными и мутными. А сейчас же лето, хочется, чтобы ногти прямо огнем горели. Ну а на сегодня у меня все. Увидимся в следующих видео. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok